номер не определен я всегда хотел себе айфон особенно когда вышло четвертое поколение весь такой стеклянный так классно лежит в руке естественно денег хватало лишь на жалкую пародию из китая либо на задрипанный android это сейчас android прокачался теперь не уступает айоса раньше это был полный фарс что ж мысль об айфоне не давала мне житья и я все ждал подходящего момента того самого момента который ждут все когда цена на него упадет ждать пришлось прилично но за это время я успел подзаработать приличную сумму которая должна была хватить и на iphone и на сто пятьсот чехлов с алика естественно пока я копил на новый смартфон он уже устарел и его сняли с продажи в магазинах но я же был одержим так что просто зашел на сайт объявлений в поисках заветного телефона я наткнулся на очень выгодное предложение просто аттракцион невиданной щедрости я позвонил по телефону и договорился о встрече радости не было предела наконец-то у меня будет iphone на следующий день я встретился с парнишкой который толкнул мне этот аппарат так как это был мой первый iphone чё там и как пришлось разбираться методом пробы ошибок но я успешно отдал энную сумму денег парню а он дал провод и блок питания когда-то они были в комплекте коробки естественно не было но мне уже было плевать iphone в руках счастье в штанах я был в восторге спустя пару дней я разобрался союз системой ничего сложного там не было так что привыкать приходилось недолго меня смущал только один факт почему парень не вышел со своего айклауда хотя наверное это был даже не его и клауд куча фотографий и контактов какой-то девушки милая блондинка любила фотографироваться и побывала во многих местах я же в свою очередь списал все на забывчивость этого парня и видимо его девушки но с кем не бывает забыли сбросить настройки какой же я был тупой спустя неделю пользования и плоской продукции я стал замечать пропущенные звонки с неизвестного номера они происходили ровно в три часа ночи каждый раз утром и обнаруживал эти пропущенные вызовы это стало меня напрягать и вот в одну из ночей я решил подкараулить этого шутника чтобы высказать ему какого черта он звонит мне каждую ночь на часах 2 59 я жду и вот как по расписанию звонок номер неопределен алло вы знаете который сейчас час зачем звонить такое время ситуация прям вывела меня из себя но на том конце как неудивительно заговорила девушка слегка с расстроенным голосом я прошу прощения тут нет часов поэтому я не знала когда лучше позвонить извините мне стало очень неудобно накричав на незнакомого мне человека я решил отшутиться вы что в лас-вегасе ни часов ни окон голос девушки заметно повеселел так что случилось что вы мне звоните вы ошиблись ой я уже забыла нет нет я как раз не ошибаюсь тут такое дело просто это мой телефон эээ так в смысле ваш я его потеряла в парке около недели назад с ним кто-то нашел но решил не возвращать фух серьезно вот это поворот на развели меня как дурака да куда уж там хуже девушка произнесла эту фразу и сделала небольшую паузу разговаривая с кем-то на фоне этот кто-то попросил ее закругляться я данил смотря какая ох он ну хорошо я помогу без проблем настя назвала мне адрес мамы и поблагодарила меня за все звонок оборвался практически на полусловие так что попрощаться мы не успели утром я поспешил по адресу это был большой частный дом на окраине города дверь мне открыла приятная женщина как только я вытащил телефон она сразу пригласила меня в дом и предложила чай за чашка чая я выложил еще как есть мол звонила ваша дочь и просила отдать вам телефон чтобы вы вспоминали о ней только хорошее женщина сразу разрыдалась и рассказала мне такое от чего у меня до сих пор руки трясутся оказывается настенька совсем не потерял этот айфон в парке ее убили в том парке а из ценностей был лишь этот телефон он-то и посложил причиной нападения на нее по версии следствия сердце у меня застучало так что в висках стало больно дыхание перехватило я был просто в шоке убийцы настей ищут вместе с телефоном уже больше недели как раз столько сколько я с ним хожу мы еще немного посидели с мамой настя женщина охотно делилась рассказами какая настя была хорошая красивая и добрая как любила путешествовать и занималась фотографиями я оставил ей телефон денег брать не стал после этой истории мне не хотелось вообще иметь смартфон тем более айфон также я оставил номер того парня что продал мне его в надежде что это сдвинет дело с мертвой точки и свой номер если что-то понадобится симку я оставил свой старый телефон через какое-то время меня вызвали в суд убийцу нашли по тому самому номеру симка была оформлена на его друга который сдал его с потрохами кора дело запахло криминалом 8 лет строгого режима многим показалось маловато в том числе и мне приговор явно будет подвержен обжалованию после суда ко мне подошла мама настя она благодарила меня за то что я не забил и помог делу благодарность за все она протянула мне iphone но уже новый я конечно хотел отказаться но она была настойчиво но это было не все она также отдала мне телефон настя со словами думаю настенька хотела бы чтобы он был у вас мне он ни к чему пользоваться я им не умею а память о ней всегда будет со мной по глазам женщины в который раз потекли слезы я обнял ее и она немного успокоилась после этого ее вызвали для оформления каких-то документов а я побрел домой уже с двумя айфонами всю ночь я не мог заснуть в голову лезли всякие мысли сон будто кинул меня в чс посмотрел на часы 2 59 как вдруг раздался звонок от которого у меня точно что-то в сердце оторвалось руки затряслись я поднял телефон на котором был виден номер алло из трубки посыпались голоса как я потом понял не совсем трезвые но не прошло и десяти секунд звонок раздался снова я вновь потянулся к тумбочке и взял трубку с намерением опять расстроить звонящего тем что я не серега в момент снятия трубки я услышал знакомый голос это была настя теперь слеза скатилась и по моей щеке я не верил что это возможно я не верил но ведь это произошло я же не сумасшедший я бросил взгляд на том был кровати мой телефон лежал там в руках я держал настя на айфон стоит ли говорить что в нем не было симки и что он был разряжен этому уже никто и никогда не поверит